Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви Оксфорда. Мы проходим цикл о том, как быть учеником Иисуса. Сегодня я хочу посмотреть на фундаментальные откровения, которые необходимы нам для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью ученика Иисуса. Кстати, так изначально назывались христиане, ученики, последователи Иисуса. Мы увидели в прошлый раз, что быть учеником значит любить Господа. Наше сердце должно обратиться к Нему через Евангелие. И так как Он возлюбил нас первыми, мы принимаем эту любовь. Мы любим Его. Мы хотим являть Его любовь, будучи Его учениками. Есть важное откровение, о котором редко говорят, и которое мало кто понимает. Вот почему у нас часто возникают проблемы с плотью в том, чтобы быть учеником, последователем Иисуса. Но если мы примем то откровение, о котором я буду говорить сегодня, и в следующем выпуске, то мы увидим, что это естественно. Эта вещь разрушит силу желаний в нашей жизни. Суть в нашей идентичности. Кем мы стали теперь, когда мы приняли Христа как Господа и Спасителя? Я начну со стиха из первого послания Коринфянам. Это 6 глава, 19 стих. Это очень сильные слова. Здесь говорится, что благодаря тому, что мы были куплены дорогой ценой, кровью Иисуса, нас приобрели Богу, искупили. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогую цену. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Это означает, что искупление – это не только уплата за то, чтобы освободить нас от греха, на самом деле нас купили, чтобы мы принадлежали Богу. Там сказано, что мы не свои, мы принадлежим Богу. Это означает, что мы рабы Христа. Я хочу шокировать вас, если вы еще не слышали об этом. Мы должны понимать, что мы не просто слуги Божьи, а рабы Божьи. Разница в том, что слуга может уволиться, раб принадлежит своему Господину Иисусу Христу. А это означает, что все, что у меня есть, принадлежит Ему. Это важное откровение. И когда мы примем Его, то освободимся. Обратите внимание на то, что мы не свои. Мы куплены дорогой ценой. И так как мы принадлежим Ему, мы должны прославлять Бога в нашем теле и духе, которые принадлежат Богу. Бог владеет нашими телами и духом. Он определяет, кто мы, делая нас такими, как мы есть. Он является как нашим Творцом, так и нашим Искупителем. Обратите внимание на то, что это связано с пребыванием Духа Святого внутри нас. Дух Святой внутри нас. Это знак того, что мы принадлежим Ему. Когда мы отдали свои сердца Иисусу, Он вложил в нас Свой Дух. Другие писания говорят о том, что Дух Святой в нас — это печать. Мы запечатлены Духом Святым. Это означает, что Божья метка владения находится на нас. И эта метка — Дух Святой в нас. Чем больше мы отдаемся Его владению, тем больше присутствие Духа Святого в нас. Святой означает, что Он отделяет нас для Бога через Своё пребывание в нас. Мы принадлежим Богу, и это проявляется в том, что Бог наполняет нас Своим Святым Духом, который отделяет нас или освящает нас Богу. И чем больше мы освящаемся для Бога, тем свободнее мы от греха. Понимание этого позволяет нам разобраться с библейским парадоксом. А вот как выражается этот парадокс. Принадлежу, но обладаю всем. С одной стороны, мы ничем не владеем, потому что мы принадлежим Богу. Но так как Он любящий и щедрый Господин, мы обладаем всем. Он дает нам все. Мы можем быть бедны и богаты одновременно. Давайте-ка посмотрим на парадокс в Евангелии от Матфея. Это 5 глава, 3 стих. Тут Иисус сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Здесь Он говорит о нищих духом. Эти слова не давали Мне покоя. Я не нищий, я богатый во Христе. Но Он говорит, блаженны нищие духом или бедны в духовных вещах. Но парадокс состоит в том, что вы богаты, потому что далее сказано, ибо их есть Царство Небесное. У нас есть все в Царстве Небесном. Все это принадлежит нам. Их есть Царство Небесное. Но с другой стороны, мы нищие духом. Обратите внимание, что если мы нищие духом, то Он называет нас благословенными. Благословения Божии текут в нашей жизни. Все в Царстве Небесном принадлежит нам. Если вы бедны, то вы богаты через благословения, которые позволяют вам обладать всем в Царстве. В Евангелии от Луки 6 главе 20 стихе сказано, блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Лука не говорит о нищих духом, Он просто говорит о нищих. Это также тревожило меня. Библия говорит о бедности и о том, что это проклятие. Бог желает благословлять нас. Так почему же Иисус сказал, блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие? К этому также относятся и материальные вещи. Блаженны нищие. Он говорит, если вы нищие как в духовных, так и в материальных аспектах, то вы богаты. И это парадокс. Парадокс — это ненастоящее противоречие. Например, парадокс троицы. Мы можем сказать, что бог триедин и бог един — это парадокс. Это кажущиеся противоречия. Но решить парадокс в случае с троицей можно... Вот каким образом. В одном смысле бог триедин. Три личности. Но он един в другом смысле. Он одна сущность. Вы можете решить парадокс. Он возникает, когда вы смотрите на что-то с двух разных точек, и у вас получается два разных ответа. Но эти ответы последовательны. Парадокс часто содержит ключ к великой тайне. Ключ к решению этого парадокса состоит в том, что в одном смысле мы бедны, а в другом богаты. Он кроется в разнице между владением и обладанием, потому что вы можете обладать чем-то, при этом не владея этим. Существует серьезная разница между владением и обладанием. Прежде чем объяснить это, я хочу привести вам другие местоописания, показывающие парадокс. Во втором послании Коринфянам 6 главе 10 стихе сказано, что мы нищие, но многих при этом обогачаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Иными словами, мы ничем не владеем, но всем обладаем. Как мы можем ничем не владеть, но обладать всем? В книге Иоиля 3 главе 10 стихе сказано, «Слабый пусть говорит я силен». Да ладно. Так я, вообще-то, слаб или силен? Как я могу быть и слаб и силен одновременно? Второе послание Коринфянам 12 глава 10 стих говорит, «Когда я немощен, тогда силен». Как нам понимать это? Я обладаю силой, но не владею ей. Давайте посмотрим, как можно решить этот вопрос. Владение и обладание — это не всегда одно и то же. И я приведу вам один пример из Библии. Бог дал Израилю землю обетованную. Он хотел, чтобы они обладали ей верой. Он обещал ее и хотел, чтобы они обладали ей. Он хотел, чтобы они наслаждались ей в полноте. Это прообраз земли благословений, которые Бог желает нам дать. Он любит нас и обещает нам много хорошего. Он желает, чтобы мы обладали и наслаждались ими. Он хочет, чтобы мы обладали этими обетованиями. Хорошо. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Бог оставил за собой право на владение землей обетованной. Израиль обладал ей, но они не владели ей. Он не дал им право владения. Они обладали землей, а не владели ей. Можно сказать, что они были временными обладателями. Если кто-то дает вам дом, чтобы вы жили в нем, поступая с вами щедро и позволяя вам жить там, то вы становитесь временным обладателем, но вы не владеете домом. Ведь так? Вот в чем разница. Если Израиль забыл Бога и забыл, что он был владельцем, и поэтому начал относиться к Божьим благословениям, как к само собой разумеющемуся, опасность состоит в том, что мы пытаемся присвоить то, что Бог дает нам. Есть разница между тем, чтобы обладать тем, что Бог дает нам, и владеть этим. Если вы начнете думать о себе как владельца, тогда вы начнете относиться к ним, как к само собой разумеющемуся. Израиль забыл, что Бог дал им эту землю. Они начали считать себя владельцами, и начали вести себя так, словно они владельцы, которые могут делать на ней все, что захотят. Они забыли Бога. Во Второзаконии 8 главе Бог предупреждал их, чтобы они не возгордились и не забыли Бога, потому что они обладали всеми этими вещами только по Его благодати. Они забыли, что Он был источником всех их благословений. Он говорит, и что бы ты ни сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но что бы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой». Когда они забыли Бога, то начали вести себя независимо от Бога. Они начали обращаться к другим богам, другим идолам, чтобы укрепиться. Бог сказал им, «Если вы будете поступать так, то погибнете и будете изгнаны из земли». Вот почему Израиль потерял эту землю. Они не могли обладать ей. Бог желал, чтобы она была их, но они лишили себя благословений, поступая независимо от Бога, поступая так, словно земля принадлежала им. Они относились к Богу как к данности и забыли о Нем. То же самое может произойти и с верующими. Они начинают вести себя так, словно благословения, которые Бог дал им, принадлежат им, словно они сами заслужили их, словно они их по праву. Они забывают, что у них есть работа, есть крыша над головой, есть мир Божий лишь благодаря тому, что Бог дает им все это по благодати. Когда мы начинаем считать себя владельцами вещей, мы отсекаем себя от Божьих благословений. Богу пришлось убрать израилетян с земли, потому что они отвергли Бога в качестве владельца. Суть греха кроется в том, что мы провозглашаем право собственности на себя, чтобы быть независимыми от Бога. Мы хотим сами определять свою личность, а не быть рабами Божьими, которые принадлежат Богу, имеющему полный контроль над нами. Я хочу показать вам разницу. Предположим, что вам предоставили выбор владеть своим домом, своими деньгами или не владеть ничем. Но у вас будет богатый и любящий обеспечитель, который обеспечит вас домом и достаточными деньгами для нужд, что бы вы выбрали, если бы выбор был из этих двух вариантов. Уверен, вы хотите владеть домом и деньгами сами. Почему? Потому что это дает вам независимость и контроль надо всем. Вы не хотите постоянно полагаться на другого человека, каким бы щедрым он ни был. На человеческом уровне это понятно. Я знаю, что сам бы выбрал владение. Мы должны понимать, что наши отношения с Богом и наша жизнь с Богом управляется истиной о том, что Бог владеет всем и владеет нами. Поэтому мы должны постоянно полагаться на Божью благодать, жизнь и обеспечение. Мы не должны относиться к этому как к данности. Мы не являемся владельцами. Иначе говоря, мы должны знать, что Бог владеет нами, нашим духом, душой и телом. А также, что все благословения благодати принадлежат Богу. Бог может дать их нам, но не для того, чтобы мы могли стать независимыми от Бога. Обратите внимание на разницу между тем, чтобы владеть и обладать. Бог желает, чтобы мы обладали всем, но Он не позволит нам стать владельцами этих вещей, потому что Он хочет, чтобы мы зависели от Него. Если мы пытаемся владеть теми вещами, которые Бог дает нам, мы блокируем благословение Божие в нашей жизни, потому что попытка завладеть чем-то — это алчность. Бог не может дать нам этого, потому что мы будем использовать это, чтобы укрепиться в бунте против Бога. Поступая так, мы сами пытаемся стать богами. В нас есть что-то, что бунтует против Божьего права владения на нас, потому что мы хотим быть независимыми от Бога. Мы хотим быть своими богами, с правом определять себя и контролировать свою жизнь. Вместо того, чтобы доверять нашему Творцу и принимать Его волю для нас, в этом и кроется суть греха. Мы хотим владеть собой. Мы хотим быть независимы от Бога. Это суть нашей личности. А считаете ли вы себя человеком, независимым от Бога? Или вы считаете себя кем-то, кто постоянно нуждается в Боге? Вот почему я сказал эти слова. Это первое блаженство. Блаженны нищие. Это самый важный вопрос. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Иными словами, если вы осознаете, что вы нищий, что вы не владеете ничем, духовно, материально, и даже не владеете собой, что вы нищие в этом смысле, не владеете ничем, что Бог владеет всем, и вами в том числе. Понимаете? Вы раб, который ничем не владеет, но у вас есть чудесный господин и владелец. Слава Богу, и зовут его Адонай. Адонай — это имя Бога, которое означает «господин и владелец». Он наш владелец. Когда мы знаем, что мы нищие, и перестаем пытаться взять власть над вещами в нашей жизни, мы становимся благословенными, потому что так благословения Божии дают нам возможность обладать всем. Все Царство Божие становится нашим. И главное, что мешает нам принять благословения Божии, овладеть ими — это наша алчность и попытки завладеть ими. Это похоже на обезьяну и банку с печеньем. Обезьяна засовывает руку в банку, но горлышко банки такой ширины, что, взяв печенье, она не может вытянуть руку. Она застряла. Вот что такое алчность. Это когда мы пытаемся завладеть чем-то. Теперь наша совесть находится в ловушке. Вы не можете отпустить эту мысль, тревогу. Вы не можете отпустить это имущество. Вы пытаетесь владеть им, но вы должны освободить руку. И тогда ваша рука будет свободна, чтобы принять все, что Бог дает вам. Когда мы живем в алчности, мы не можем обладать благословениями Божьими. Например, представьте себе, что вы богатый человек. У вас есть управляющий. Вы настолько богаты, что у вас есть управляющий, который следит за вашими деньгами, вещами и всем остальным. Вы бы доверили все это управляющему, который мыслил и поступал так, словно это его деньги, а не ваши. Иными словами, он относился бы ко всему этому так, словно это принадлежит ему. Вы бы не доверили их ему, не так ли? Вы бы не доверили такому человеку ничего. Если вы ведете себя так, как владелец благословений, то Бог не может довериться вам больше, потому что вы не принимаете первый принцип, хоть он и дает вам все это, чтобы вы наслаждались. Если эти вещи не принадлежат вам, вы не управляете ими, но вы полагаетесь на Бога в них. Своей алчностью мы ограничиваем то, насколько сильно Бог может благословить нас. Чтобы пережить полноту Божьих благословений, мы должны отдать Богу право собственности над нами и над благословениями. «Главное, что мешает вам обладать вашей землей обетованной, это алчное желание завладеть ей». Но вот что делает плоть. Она хочет владеть, чтобы быть независимой от Бога. «Боже, просто исцели меня, я смогу дальше заниматься своей жизнью». Но Бог не будет отвечать на подобные запросы, потому что они неправильны. Чтобы обладать обетованиями, вы должны отдать право собственности Богу не только на благословения, но и на вас самих. Когда мы говорим о принятии исцеления, то вы не должны пытаться получить право собственности на них. Мы должны просить Бога наполнить нас исцеляющей силой. Мы будем обладать исцелением, а не владеть им. Мы должны полагаться на Бога в каждый момент жизни, чтобы Он поддерживал наше здоровье. Мы не являемся владельцами духовных и материальных благословений, потому что право собственности принадлежит Богу. Мы лишь управляющие. Мы управляем Божьими благословениями. Та мудрость и честь, та слава и те благословения, которые есть у вас, не пытайтесь овладеть ими. Мы должны принимать это от Бога шаг за шагом. Как только мы пытаемся завладеть ими, поток благодати уменьшается. Когда мы думаем, что владеем чем-то, то склонны относиться к этому как к данности. То же самое касается и отношений. Когда замужняя пара считает, что они владеют друг другом, они начинают относиться друг к другу как к данности. Да, они наши, в том смысле, что они принадлежат нам определенным образом, но только потому, что они сами решили отдать себя нам, и это Божий дар нам. Но мы не должны относиться к ним как к данности. Но, когда мы начинаем считать, что владеем чем-то, мы начинаем относиться к этому как к данности, и перестаем ценить это. Понимание этого меняет наше отношение к благословениям в жизни. Не относитесь к обеспечителю как к данности. Предположим, у вас есть человек, который дает вам дом и деньги, чтобы жить. Вы зависите от его благосклонности каждый день, потому что он может отменить все в любой момент. Вы остаетесь благодарными. Вы не относитесь к этому как к данности. И точно так же мы должны поступать с Богом. Мы должны понимать, что Бог дает нам жизнь. Она не принадлежит мне. Но ты даешь ее мне по своей благодати. Ты даешь мне чудесные идеи. Ты мой обеспечитель. Мы должны убрать руки, чтобы не стать алчными. Алчность — это когда мы недовольны обладанием благословениями Божьими. Мы недовольны этим. Мы хотим владеть ими, чтобы быть независимыми от Бога, чтобы не полагаться на Него. Это и есть природа плоти. Бог желает, чтобы мы обладали всеми благословениями, но мы должны научиться отдавать право собственности Богу. Именно с этим и возникли проблемы в саду. Бог создал Эдемский сад для Адама и Евы. Он представлял все его благословения для них. И Бог был готов дать им намного больше. Это было лишь начало. Бог установил тот факт, что Он был владельцем сада, сказав им, что было дерево, от которого они не могли есть. Пока они не ели от этого дерева, они признавали тот факт, что Бог был владельцем. А если бы они были владельцами, то могли бы есть с любого дерева. Бог был владельцем, и поэтому Он имел право говорить им, что они не могут есть от того дерева. Это было право Бога как владельца. Бог показал им путь к подчинению Его власти. Фундаментальный грех Адама и Евы состоял в том, что они отвергли право собственности Бога на сад, Его благословение. Они не были довольны тем, что Бог обеспечивал их всем. Вместо этого они захотели сами владеть и контролировать все. И сатана сказал им, «Если вы съедите плод этого дерева, то сами станете владельцами, как Бог». Вы можете стать независимыми от Бога. Вы можете знать, что хорошо, а что плохо, что есть добро, а что зло. Сатана не только искушал их тем, чтобы отвергнуть Божье право собственности на сад, но и попытаться заполучить это право в свои руки. И не только это, но и получить право собственности на себя, чтобы больше не принадлежать Богу, чтобы сад больше не принадлежал Богу. Они хотели сами стать владельцами. Это и есть суть греха, установление независимости человека от Бога. Из-за этого Бог выгнал их из сада. Они заявили о своем праве на владение. И Бог сказал им, «Вы лишитесь благословений. Алчность смешает нам и лишает нас Божьих благословений. Мы хотим владеть ими, а не оставаться в подчинении Богу, принимая их постоянно, верой в качестве Его обеспечения для нас. Если вы держитесь за что-то, то отдайте это Богу. Доверьтесь Ему в том, что Он обеспечит вас во всем». Наше служение проходит каждое воскресенье в Чейни-Скул-Холл, Хэддингтон, Оксфорд.